господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешен номер 947 события дня серахов 739 во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь за 20 июля 2017 года события дня весь день вчера помогали минаевой любое сено рыбать и что машина скрутила такие рулоны денег нету поэтому мы видим что она одномущийся тут все нам решили помочь на все это засняли покажем потом сразу пить попросили только начали через полчаса уже достал а потом когда уже все на стали возле дома здесь собирать на тележке подвозить в коп на копинта больше десяти получилось там 12 наверно и на субботу отложила любую тут уже все устали снова грабли виллу меня оставили синих вечером лежу терентий заехал на эту усадьбу калашка скворечник этой машиной работает он собирает и где-то 6 тюков рулонов этих скатал я потом на костре любу спрашиваю когда я не выдержал уже не могу никак пошла и сказала чтобы помогли на этой стоит там каждый тюк 700 рублей наши говорят это еще дешево это там продают по полторы тысячи два раза дороже но не знаю мы-то работали вилами и граблями все интересно так а это никакой романтики нету машина грохочет выплюнула она когда были на костре и там я когда себе для коров готовит я посчитал 44 только рулона сделано еще сколько не окончено это воде и представьте какое богатство у нас здесь он труженик старается а возьми там колундинские степи ничего нет а у нас такого деревушки какой-то 6 прудов воды земли всего полно благодари бога целый день а потом костер прощальный прошел я сам по деревню попросил прийти серафиму гавриил но привезли тут вася с ребенком женой пришел то приехал на машине сам я сказал проповедь небольшую они день святой жизни по григорию митрополиту санкт-петербургскому еще до революции он говорил это брошюра есть такая ну и все вот эти события вот утром тут прочитал марьясов пишет мир дома вашим магнатий тихонович благодарю смотрю за трудами вашими в роликах за новыми гостями приезжающих к вам вообще как живете как трудитесь потеряемки дай бог чтобы свидетельцы со всеми вами сидеться видимо ну и ксения юрова показывает этот ролик какой-то трансляции в эпире с потеряемки игнатий тихонович говорит проповедь душенко сергей виталию благодарны за трансляцию живая проповедь радует душу роман роликов и заставляет нас трудиться над собой стяжать духа святого для того чтобы жить и проповедовать даже как игнатий тихонович его общеники это посмотрел утром уже сейчас утра 21 не знаю у меня может так качество никакое просто так как мельтешится что-то в виде мозаики люди не люди все-таки еще спрашивать в руке там живо это не трансляция никакая так баловство не видно ни лица ничего не видно ничего так просто трясется букву может быть слова слышно и вот один пишет у нас езры доброе утро гнатий тихонович слава богу все хорошо не считая того что на работе чуть и не упрашивать чтобы хотя бы подровнял бороду на что я отвечаю что надо жить по слову божьему на работе спрашивает интересуется мол как там живут я и рассказываю что по слову божию в армии автомата руки не берут служат на альтернативной службы вчера их притомил немного спрашивает какое дали имя ну я отвечаю это заметнее ну и как я говорю много ли знаете но они давай перечислять по гуглу вплоть до адама дошли ну конечно я потом сказал ездры ездры да и жена говорит может что тебя подменили сам только с поезда и давай за книги ваши игнатий тихонович всем огромный низкий поклон спаси христос побежал на работу опаздываю ну вот ездры он всем понравился бывает что-то где-то и как-то не так а это нет и на работе он и везде он благословенный такой брат игнатов сергей спаси христос дорогой игнатий тихонович если бы господь не направил мои стопы к тебе исповеднику и ревностному защитнику православной веры то я так бы и жил не просвещенные словом божьем и канонами церкви по толкованию святых отцов как удивительно быстро открываются души людей если их затронешь за живое и как некоторые из них вместо признания своей вины выступление от канонов догмата в церкви покаяние за это упорствуют в своем грехе выдавая его за добродетель а своих обличителей ложно обвиняют в каком-то сектанстве пугают отлучением от общения с верными и даже анафемы и делают это как ты многократно подчеркивал пастыри-наемники лютые волки с нашей родной рпцмп или у пцмп настоятель нашего света тихоновского прихода отец николай шипилов не на шутку обеспокоены тем что моему примеру завершить свое крещение троекратным погружением воды у купель если вместо этого было мочение головы или тела что он практикует до сегодня с подобными ему пастырами наемниками могут последовать просвещенные священными писаниями другие прихожане выразил мне свое негодование он осудил мое погружение как перекрещивание отлучив от исповеди и причастия христовых тайн а за ношение бороды без его благословения и также рубашки с поясом фарисеем а ведь если кто не превзойдет праведности фарисеев то не войдет в царствие божие апостол павел был из фарисеев когда уверовал господа иисуса христа был избран господом на апостольское служение и проповедовал христово евангелие многие нынешние священники как ты справедливо пишешь и говоришь святой евангелий как им положено по канонам церкви не благовествуют да еще воспрещают это делать своим прихожанам так один молодой священник отец богдан с маринского благочестия донецкой епархии по цмп написал мне что не благословляет меня заниматься миссионерской деятельностью я ответил что на эту деятельность которая требует тысячи талантов как и неоднократно подчеркивал я благословение не брал но благовествовать святой евангелий обязан каждый православный христианин к этому призвал господь своих учеников во время вознесения к богу отцу этому учил апостол павел велевший подражать ему как он иисусу христу чтобы не быть голословным я передаю для использования своих богодохновенных выступлениях мою переписку с богданом которая носит уже публичный характер другой священник из города донецка федор черкаша негодующий а публично выступая в интернете по вопросам соблюдения канона в церкви при крещении и обречаю тех которые отступают от 50 апостольского правила о троекратном погружении и катехизации крещаемого или их восприемников сейчас мне жить как православному христианину после наложенной на меня по божьему попущение пяти метр заблудшего пастыря наемника если не лютого волка во вещей шкуре стало сложнее но господь дает мне утешение слава ему представляю как тебе игнатий тихонович нелегко в окружении стаи лютых волков каждый из которых выдает себя заслужителя божия а на самом деле то их бог сатана отец всякой лжи как говорил в своих преследователях и лжеобвинителях господь иисус христос помогать тебе игнатий тихонович и нам господи богу угодных делах аминь за двадцатая седьмой то вчера это написал вот такое дело тут была статья статья местной газете свет октября и засчитывали ее много там где-то что-то немного что-то непонятно я попросил сергея павловича перепечатать здесь сканировать не можем мы ну вот он перепечатал свет октября 16 июня 18 года потерялась и потеряевка я буду просто продергивать а вы сами считаете помещаю сколько и 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 такую статью написала, можете теперь прочитать, я показал ее, как продергиваю, затормозить и прочитать, до одного слова понять, ну расположенность ее и видно, вот, и вот это событие, и я, главное, воду холодную принес от из своего колодца, а все потные были, я говорю, завтра шепотом будете разговаривать-то, то есть сам немножко выпил тоже, чувствую, вот так, милостью Божьей, все на сегодня.